В эфире Якутия 24. Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. В стране национальный траур в памяти о погибших на пожаре в Кемерове. В городах Якутии прошли акции скорби. В местах массового скопления людей проходят проверки. Результаты в репортаже наших корреспондентов. Хангалатский суд пересмотрел дело Олега Родионова, сына начальника районной полиции. Убийцы сегодня повторно вынесли приговор. Ключи от квартир застройщика Семир в Якутске дольщикам предоставили жилье, но стороны не считают вопрос закрытым. Уголовное наказание за кражу денег с банковской карты. Депутату Госдумы предлагают ужесточить борьбу с теми, кто списывает со счетов физических лиц. В России сегодня национальный траур в памяти о погибших при пожаре в Кемерове. Огонь унес жизни 64 человек. Самое страшное – в списке погибших 41 ребенок. Тяжелые часы для родных погибших. Сейчас проходит процедура опознания тел. Воскресный день для многих россиян поделился на до пожара в Зимней Вишне и после. Акции скорби проходят во всех городах страны, неравнодушны к трагедии якутяне. Алдан, Ленск, Мирный, Нерингре, Якутск и другие районы республики присоединились к акции «Кемерово. Мы с вами». Спасибо всем людям, что пришли. Мы поддержали кемеровчан. Это страшная трагедия, которая не должна происходить в наше мирное время. Это немыслимая, немыслимая страшная трагедия. Это третьи сутки переживаний того горя, что пережили те люди, которые погибли в этой трагедии. Терпение сил. Очень хочется, чтобы всех наказали, чтобы больше подобных ситуаций не происходило. Минуты молчания. Нужно навести порядок во всей России, чтобы проверили все центры, чтобы не было повтора вот такой трагедии. Это просто невыносимо смотреть и слышать эту боль. Это огромная трагедия не только для Кемерово, но и для всей России. И мы хотим выразить огромные соболезнования по данному поводу. Все скорбим. И, конечно, это очень страшно. В первую очередь, это дети. Больше. Тут нет слов. Страшная трагедия. Тяжелейшая трагедия. Пусть милосердие Господь даст нам мудрость и здравомыслие не повторять подобных ошибок халатности. Как можно отнять мать, у ребенка которому пять лет? Мирненские автомобилисты почтили память погибших детей и взрослых в Кемерове. Водители собрались на фабрике номер 3 компании «Алроса» и в 19.00 сегодня одновременно нажали на звуковой сигнал. Об акции объявили сегодня в социальных сетях. Несмотря на это, в назначенное место приехали два десятка автомобилистов. Спекуляции на трагедии усложнили без того непростую ситуацию. И, как стало известно, ложные сообщения о жертвах пожара распространял иностранный пранкер. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, некто Евгений Вольнов звонил в медучреждения и органы власти и распространял фейка о сотнях погибших для дестабилизации ситуации в регионе. Его причастность уже установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело. Авторы и создатели в каждом фейковой новости стараются получить или финансовую, или политическую выгоду. Поэтому здесь актуальным становится именно уровень информационной компетентности самого человека. Есть такое понятие, как свойство информации и достоверность. Любое событие, может быть это радостное, может трагичное, здесь это как бы лакомый кусочек именно для таких новостей. По всей стране начались проверки надзорных органов. Накануне Егор Борисов поручил правительству проверить места массового скопления людей. Смогут ли посетители вовремя эвакуироваться и нормально ли работает сигнал тревоги. Рейды в торговых и развлекательных центрах Якутска уже показали, что с пожарной безопасностью не все в порядке, рассказывает Николай Борисов. После трагических событий в Кемерово надзорные органы проверяют все торговые центры и развлекательные заведения, куда ходят дети. В ходе прокурорской проверки совместно с пожарным надзором мы побывали в одном из них. В связи с трагическими событиями в Кемерово распоряжение было издано прокурором республики Саха-Якутия 27 марта 2018 года об организации проведения проверок во всех центрах, содержащих игровые, детские площадки, зоны отдыха, досуговые центры, а также иные организации и места массового скопления людей. Проверка касалась в первую очередь пожарной безопасности. Смогут ли люди вовремя эвакуироваться? Нормально ли работает сигнал тревоги? Сейчас мы занимаемся проверкой системы пожарной сигнализации. Идет воздействие на дымовые извещатели искусственным дымом, то есть проверяется работоспособность системы. Вот здесь находится искусственный дым, воздействуем при помощи него на извещатель и уже проверяется сработка идет сигнал на пульт управления или нет. И дальше замеряется уровень соответствия звукового оповещения на эвакуацию. Однако мы задались вопросом, что думают сами посетители о произошедшем. Боятся ли они повторения истории зимней вишней или уверены, что в Якутске такое произойти просто не может? Конечно, страшно. Смотрю за детьми, никуда не оставляют. И с ними обговорили, что отца просто было. Как вести себя, когда это детьми обговорили, я давно не подошел. Судя по событиям, то, что там пожар был, обвалились перекрытия, это, скорее всего, неправильно конструктивное здание. То есть это вина не только человеческий фактор. Получается, неправильно создано, изначально конструктивно неправильно сделано здание. А здесь у нас так здание не строят. Я знаю, я сама по специальности архитектор. Знаю наши свойства, нашего климата. И вообще, у нас очень хорошо строят здания монолитно-каркасные. И по технике безопасности все-таки правила довольно-таки строгие. Как мы выяснили в ходе рейда, даже в будние дни детские развлекательные центры полны посетителей. Безопасно ли это, будет выяснено по результатам проверки. Сегодня провели обследование развлекательного центра «Мандарин». В ходе проверки выявили нарушение динамико, оповещение людей о пожаре не соответствует. То есть маленькое. И еще двери пути эвакуации должны оборудоваться легко открывающимися запорами, которые можно открыть изнутри без ключа. И в здании частично электролампы освещения эксплуатируются без защитных колпаков. Нарушения незначительные, но они есть. Впрочем, посетителей можно понять мест, куда можно сводить ребенка во время каникул. В Якутске не так много. А безопасность в таких условиях отходит на второй план. К другим событиям. В Якутске на территории водоканала погиб работник. 36-летний плотник во время демонтажа резервуара воды упал с высоты 12 метров. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Следственным комитетом Якутии начата процессуальная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе осмотра места происшествия установлено, что 36-летний плотник предприятия в составе бригады рабочих из трех человек осуществлял работы по демонтажу резервуара для воды. Во время передвижения по верхней части резервуара произошло его падение с высоты 12 метров. Мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. В настоящее время следователям Следственного комитета проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины и обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Сына начальника хангаласской полиции приговорили к 7 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Вердикт вынесла судья Зоя Копырина. Как ранее сообщалось, дело Олега Родионова Верховный суд вернул на пересмотр. Следствием было установлено, что 6 августа 2017 года Родионов умышленно с целью убийства нанес удары металлическим предметом по различным частям тела своему приятелю Павлу Калмыгину. От полученных травм Калмыгин впал в кому и, не приходя в сознание, спустя две недели скончался. Особый резонанс это дело получило после того, как стало известно, что обвиняемый является сыном начальника районного отделения полиции Валентина Родионова. Родные погибшего удовлетворены решением хангаласского районного суда. Учитывая все-таки то, что Родионов очень болен, как бы я поменяла свое изначальное представление, которые были на первом заседании. Поэтому в этот раз я сразу скажу, чтобы не было никаких разговоров. Я просила суд о снисхождении, то есть я не требовала максимального для него наказания. Как бы я дала ему шанс выйти из тюрьмы и продолжить, наверное, какую-то нормальную жизнь, чтобы стал он все-таки нормальным членом общества. Сегодня в Нерингре на частном складе Арго произошел пожар. Огнем повреждено 20 квадратных метров помещения. На месте пожара работали две единицы спецтехники. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожарным быстро удалось ликвидировать возгорание. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Минфин подтвердил планы ввести новый режим налогообложения для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на коллегии ведомства. Налоги с них будут взыматься автоматически в онлайн-режиме с использованием мобильного приложения. На новом этапе самозанятые перейдут к уплате определенного процента по каждому факту оказания услуги и совершения платежных операций. Механизм сводит к нулю издержки налоговой отчетности. Подготовленные Минфином поправки приведут к росту инвестиционных возможностей предприятий на 1% ВВП. До шести лет лишения свободы можно будет получить за хищение с банковского счета или воровство электронных денег. Законопроект об этом принят во втором чтении. Теперь кражи с банковских карт квалифицируют как мошенничество. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сейчас многие злоумышленники списывают деньги со счетов небольшими суммами. За это грозит административное наказание. Но общая сумма хищения может быть солидной. В связи с этим депутаты и решили ужесточить наказание и сделать его уголовным. Отмечу, что за прошлый год со счетов граждан таким способом было украдено 2 миллиарда рублей. В Якутске дольщикам долгостроя компании «Семир» выдали ключи. Этих квадратных метров владельцы ждали три года. Однако радости долгожданные квартиры своим хозяевам не принесли. В причинах разбирался Александр Лысак. 160 квартир должны были обрести хозяев еще три года назад. Строительство жилого дома по улице Чайковского началось в 2014-м. Через год компания «Застройщик Семир» обязалась его сдать. Оплата по договорам долевого участия была произведена в полном объеме и в срок. Но ключей люди так и не дождались. Дольщики решили бороться за свои квадраты. Мы, инициативная группа, поговорив с дольщиками, опубликовали открытое письмо. И нам повезло, что в это время был здесь Трутнев, господин Трутнев. Он прочитал наше открытое письмо. И только из-за этого есть какие-то движения. Но мне кажется, движения тоже такие для галочки. Фактически работы не завершены. Жить невозможно. У меня, например, ремонт. Я там жить не могу, потому что воды не будет в квартире. Казалось бы, долгожданный миг настал. Ключи на руках у дольщиков. Но радость была недолгой. Вода. Вот, смотрите. Тут еще вода. Тут, видите, как можно воду включать? Посмотрите. Квартира, конечно же, вообще не то, что не готова. Она в очень плачевном состоянии. Ничего не убрано, ничего не готово. Везде дырки. Все в таком виде, где должна быть ванна с туалетом совмещенной. Там вообще неизвестно, что там находится. Какой-то потоп был воды. В общем, очень много претензий, конечно. У застройщика Семир, не считая жилого дома на Чайковского, есть еще три недостроенных объекта. Сумма кредитных обязательств составляет миллиард рублей. В феврале по факту нецелевого расходования средств по всем зданиям Следственное управление МВД Якутии возбудило уголовное дело. Ситуацию под контроль взяли республиканские власти. Заканчивать работу недобросовестного застройщика будет строительная компания «Адгезия». Ей поручили устранить все недочеты. Встретом встречаются, договорились с жильцами повторно определиться с графиками работы, с объемами графиками работы, которые будут выполняться. В 6 часов будет запущена вода. Мы это проверим. Завтра начинается подача документов на регистрацию права собственности, как мы это планировали. Выдача ключей, согласно поручению Горфанавича, были готовы с выдачей. Часть ключей выдана была вчера. В Министерстве строительства республики дольщикам пообещали контролировать работу застройщика и помочь в подключении к ресурсоснабжающим предприятиям. Сегодня введен в эксплуатацию, официально получено разрешение на год в эксплуатацию, подписанное в мере города Якутска. Объект введен в эксплуатацию, но там, естественно, есть недоработки, по которым имеются гарантийные письма. И эти недоработки будут в течение одного месяца дорабатывать. Обустройством двора, детской площадки, парковки, минстрой займется летом. К осени дом будет, наконец, полностью готов. Александр Лысак, Кристина Якупова, Павел Пахомов, Григорий Охлопков, Якутск. Продолжается работа по газификации населенных пунктов республики. На эти работы из средств компании РИК-Плюс предусмотрено 4 миллиарда рублей. На сегодняшний день фактически профинансировано свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей. Так проложен магистральный газопровод «Майя», «Табагачу», «Рапча» и «Теккёль». Кроме того, реконструирован подводный газопровод через «Рекулена». Также ведутся активные работы по направлению кириллях Асыма-Бердегистях. Газу подключены жители села Асыма в Намцах проложили запасной газопровод. Основные объекты – это магистральный газопровод «Майя», «Табагачу», «Рапча» и «Теккёль», который введен в 2016 году до «Рапчи». Также магистральный газопровод «Кириллях», «Ахыма», «Бердегистях», введенный в 2017 году до поселка Асыма. Продолжается строительство и газификация внутрепоселковых сетей в таких поселках, как «Чурапча», «Бердегистях», а также внутрепоселковые сети строятся в Тумуле. Сегодня в столице Якутии началось совещание Совета по местному самоуправлению. Егор Борисов начал собрание с минуты молчания в памяти о погибших при пожаре в Кемерове. Далее Егор Борисов рассказал главам муниципальных образований городских округов о кадровых назначениях в руководстве республики. Представил Афанасия Владимирова как руководителя Департамента внутренней политики и нового министра промышленности и геологии Максима Терещенко. На повестке совещания участники рассмотрели три вопроса по полномочиям в градостроительстве, по задачам районов в погоду волонтера и подготовке к пожароопасному сезону. Руководитель региона отметил, что в республике стоит главная задача по реализации посланий президента страны Владимира Путина. Есть какие-то самые наболевшие вопросы в каждом районе. У нас, например, это три проблемы. Это нельзя сокращать ни одно рабочее место. Это развивать транспортную структуру и усилить работу по защищению интернет-трафика, потому что у нас это не выдерживает никакой критики, там, где нет опыта волокна. Естественно, мы будем максимально в этом направлении смотреть. Другие вопросы мы не будем бросать, тем более мы сельскохозяйственные. Но за эти три направления мы будем очень сильно, ну, как сражаться, осаивать, доказывать правительство в своем мнении. Какая профессия считается престижной и какие новые требования для поступления в центральные вузы? Эти и другие вопросы интересуют старшеклассников республиканского лицея. Сегодня они встретились с преподавателями Санкт-Петербургского и Иркутского университетов. Стоит отметить, что в этом году запланировано около 400 мест на целевое обучение в центральные вузы. У ребят, которые получат высокие баллы в предметной олимпиаде, есть возможность сразу стать студентом. В этом году олимпиада проходила дистанционно. Участниками стали 1600 школьников. В этом году у нас представлено, исходя из потребностей от Рослиевых Министерств обедом, более 400 мест, более 50 вузов и тоже более 50 профессий и специальностей. В настоящее время в республике прибыли представители центральных вузов, которые работают в составе медицинской комиссии, которая состоит из представителей местных вузов, тоже там включены. В этом году здесь олимпиада проводится в дистанционной форме в стиле наибольшего охвата желающих обучиться в рамках солевой подготовки. И в настоящее время завершены написания работ олимпиадных заданий и проводится проверка работы. А в СВФУ прошел научно-методический семинар, посвященный приоритетам государственной политики в сфере образования. Основная задача участников – обсудить вовлечение студентов в социальную практику и трудовое воспитание, рассказывает Сарглана Федорова. Какие художественные произведения будут интересны современным детям, растущим в эпоху информационных технологий? Сегодня филологическая общественность страны задалась поисками ответа на этот вопрос. Разрабатывают проект ФГОС в области преподавания русского языка и литературы. Новый проект предлагает 235 произведений русской классики, которые должны быть обязательными для прочтения. Они привыкли и они ждут зрелища. Они хотят, чтобы на каждой странице книги что-то происходило, чтобы каждая страница книги начиналась со слова «вдруг». Вдруг открываются двери, вдруг заходит герой. А мы знаем, что русская классика, она совершенно написана по другим законам. Литература о детях и для детей. Одна из сторон филологической общественности полагает, что в списках должны быть произведения, в которых главный герой – ребенок. Но и они согласны, что совсем отказываться от русской классики нельзя. Дети хотят читать о таких, как они, сами. Их очень волнует взаимоотношение ребенка и взрослого, взаимоотношение в семье, взаимоотношение в коллективе. И сегодня эти проблемы очень чрезвычайно важны, потому что мы знаем, что участились случаи суицидов в молодежной среде, в детской среде. Очень много случаев и не только за рубежом, но и у нас, когда обиженный ребенок приходит и расстреливает своих одноклассников. Откуда эта жестокость? Одной литературой детей не воспитать. Ожидаются изменения и в организации воспитательной работы. Один из главных приоритетов – трудовое воспитание. Это развитие волонтерского движения, вовлечение ребят в благотворительную деятельность. К слову сказать, благотворительность, участие в волонтерской деятельности, добровольчество – это высшее, наверное, проявление развития духовно-нравственного подростков, молодежи. Какие произведения читать школьникам – прозу или поэзию, романы или рассказы. И какая проблематика будет точно интересна детям. После обсуждения всех предложений проект подпишут в мае текущего года. Саргалана Федорова, Илья Сараметников, Якутск. За прошедшую неделю в республике отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Его наблюдают во всех возрастных группах, особенно среди детей с 7 до 14 лет. В республике зарегистрировано почти 9 тысяч случаев заболеваний. Из числа ОРВИ более 84% приходится на детей до 14 лет. Среди наибольшее количество составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения от 3 до 6 лет. Несмотря на потепление, специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, укреплять иммунитет и одеваться по погоде. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора. Здание Центральной Усть-Майской районной больницы дало трещину. Объект эксплуатируется 15 лет и нуждается в ремонте. Подробности в материале Юрия Таюрского. 15 лет назад приняли в эксплуатацию Усть-Майскую Центральную районную больницу. И уже лет через 5 появились первые трещины на ее стенах. С тех пор были попытки проведения и строительных исследований, и попытки по укреплению этого здания. Хотя укрепительные работы до этого проводились, но они проводились в неполном объеме, так как федеральные средства, на которые мы надеялись, были секвестированы в свое время. И мы только за счет республиканских средств это укрепление делали. Все мы понимаем, что денег лишних здравоохранений нет, что сегодня есть масса других приоритетов, но тем не менее центральная районная больница целого района должна выглядеть и находиться на надлежащем все облики. Рабочая группа Министерства здравоохранения, территориального фонда ОМС и Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия осмотрели состояние аварийной части больничного комплекса в районном центре поселка Усть-Майя. В целом здание каменное. Оно существует, оно построено не так давно. Часть этого здания находится в неплохом техническом состоянии, но есть крыло, которое очень серьезные трещины, которое требует проведения строительного исследования. Поэтому сегодня мы инициировали рабочее совещание, пригласили ответственных людей, министерств, ведомств, которые могут этот вопрос решить. Несущие грунты и основания такого большого здания несут ту нагрузку, которая имеется. Кроме этого, эти грунты субпесчаные, суглинистые, обводненные. Поэтому может быть силой выкручения свай. Все это и привело к появлению трещин на корпусе больницы. Поэтому теперь строительные исследования проведем. Для этого мы выделим деньги из республиканского бюджета. И после этого будем заказывать новый проект по укреплению той части здания, ну и в целом всего здания, и уже его ремонтировать. Юрий Таюцкий, поселок Усть-Майя. В Мирненском районе стартовала информационная декада по вопросам оказания платных ветеринарных услуг. Управление ветеринарии района пригласили товаропроизводителей, общественные организации, трудовые коллективы и другие объединения граждан. На все вопросы совершенно бесплатно будут предоставлены развернутые ответы и консультации специалистов. Наиболее часто задаваемые вопросы – это вопросы о платных ветеринарных услугах для производителей молока и мяса. Управление ветеринарии разъясняет производителям механизм работы по оказанию платных ветеринарных услуг. Декада проводится как профилактическая мера, направленная против инфекционных заболеваний животных.